телевидение в мою жизнь пришло в начале двухтысячных точнее с 2001 года я начала сотрудничать с телевидением и меня позвали работать как психолога психолога проекта на мой первый телевизионный проект последний герой я отработала пять сезонов на проекте в разных ну то есть я была психологом но в разных апостасе когда-то это всегда это был кастинг потом это было пост пост сопровождение участников потому что для российского телевидения это был первый такой формат когда действительно вот в таких сложных экстремальных условиях люди в реальности там существовали максимальный день и там пребывали 41 день но и действительно в общем определенные изменения происходят хотя бы в эмоциональном фоне участников и потом мы их сопровождали после этого в моей жизни случилось по результатам работы на этом проекте мой первый проект куда меня пригласили экспертам это была большая стирка андрея малахова и вот все с тех пор так или иначе в тех или иных проектах я участвую и соответственно меня знают как эксперта психолога и поэтому приглашают на разные какие-то события телевизионные где требуется тот или иной комментарий зависимости от разных от разных проектах и на разных проектах у меня разные функции и поэтому если мы говорим о сопровождении участников процессе проектов туда все таки все ситуации которые касаются каких-то отношений если до конфликтных отношений там например отказа от участия на факторе страх например участников некоторых уговаривала для того чтобы вернуться в кадр потому что им было страшно когда по их лицам бегают тараканы или мухи назойливые и вот если мы говорим о курьезах то просто не совсем это восприняла за курьез потому что эта часть была процесса или там когда например надо было нырять в гнилую воду и да ловить селедку и так далее некоторые женщины брезговали для них это действительно было таким преодолением поэтому с точки зрения зрителей это курьез до с точки зрения непосредственного участника это правда каждый раз какой-то шаг преодоления поэтому да все подобные задачи они входят в мои функции и например если я до говорить о работе особенно на детских проектах то там вообще очень много процессов происходит и к сожалению разные бывают обстоятельства и детки разные участвуют и поэтому когда-то там какие-то мелкие дисциплинарные нарушения когда-то там кто-то чей-то телефон взял и вдруг не вернул и мы с этим тоже разбираемся чтобы не было каких-то таких сложных моментов нюансов все не вся подростковая любовь и так далее так далее вот все подобные переживания они тоже все проходят через меня мы тоже все это сопровождаем чтобы она у результат то было красивый край был красивый проект красивое шоу и чтобы это нравилось зрителям я очень хорошо понимаю почему я работаю в университете я получал здесь 2 высшее образование у меня их два и 2 высшее образование получала здесь это был 2000 год когда я решила да что я начинаю свой профессиональный путь как психолога после окончания московского городского факультет психологии что тогда это был факультет психологии и тогда я должна была уже абсолютно четко я понимала у меня была должность я должна была призываться в армию на лейтенантскую должность и быть военным психологом о чем я мечтала я всегда очень хотела так или иначе быть как-то связаны с военной психологией но были очень непростые события в тот период времени и как-то и мне предложили в мгпу остаться работать на кафедре общей практической психологии для меня это был действительно прям такая развилка мечту всей моей жизни реализовать да и быть военным психологом и предложили не менее значимую интересную для меня стезю быть преподавателем я всегда знала что я буду учителем у меня не было никогда сомнений я с детства абсолютно четко знала что я буду учителем а все во что я играла это школа но я в 90-х училась и педообразование как-то так себе было доступным и возможным и поэтому не сложилась моя педагогическая деятельность смысле изначального образования но все равно я после того как закончила первое образование пошла в школу я отработал в школе психологом 20 лишним лет я все равно преподаю то есть в любом случае меня это вывело да на этот путь и поэтому либо психология вот такая практическая абсолютно да в военной сфере что меня очень интересовало либо преподавание это такие очень одинаковые были для меня истории по значимости но знаете это очень очень и очень совмещающиеся деятельности вообще если психолог и он в той или иной как-то как ученый психолог я тоже в этой да в этой роли а я как практика я как преподаватель это все так взаимодополняет это безусловно а все у меня я студентам рассказываю какие-то истории конечно без подробностей клиентов конечно как без этого я их учу я показываю как работать до с людьми с клиентами конечно там психологическое образование это целое направление в работе с клиентами когда мы клиентам рассказываем о том как работает психика какие закономерности или там почему человек сейчас испытывает там те чувства которые он испытывает то есть образовательная компонента она входит в работу с клиентами поэтому в этом смысле это просто разные проявления где-то чуть чуть больше где-то чуть меньше но абсолютно точно они все пересекаются мне как практику помогает то что я делаю в науке в науке мне помогает какие-то пути искать то что я знаю из практики поэтому в этом смысле все очень гармонично если ты занимаешься любимым делом